Я создаю свои видео для тех, кого интересуют все тонкости, все аспекты написания новой сцены и гэп по английскому языку. Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Бенин. Сегодня мы разбираем пятую ошибку в тех предложениях, которые я выносила на экран на всех своих предыдущих видео. Напоминаю, что они взяты из сочинения, которые написаны на тему эссе, который перед вами из демо-варианта ЕГЭ 2022 года. И вот они предложения. Мы с вами разобрались с артиклями, посмотрели на согласование времен. Я также обратила внимание еще на тонкости, которые не буду повторять, потому что это скорее не то, чем нужно заниматься ученикам при написании эссе. Я говорю о третьей ошибке. Но при этом все-таки чем глубже педагоги знают вот это сочинение, чем глубже они понимают, чем больше недочетов могут увидеть в этой работе, тем проще, конечно, будет объяснять, как эту работу выполнять. Что ж, еще одна ошибка. Пятая вот есть в одном из этих предложений. Она тоже скорее не ошибка, а такой недочет, неточность. Тоже очень завуалированная такая ошибка, на которую вряд ли школьники будут обращать внимание. И, конечно же, вряд ли эту ошибку будут исправлять на экзамене. Но если мы стремимся к написанию действительно качественного эссе, если мы хотим научиться по-научному подходить к описанию статистики, вот эта неточность, она тоже является очень важной. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Итак, неточность или даже ошибка заключается в том, что вообще-то у нас в статистике нет такой информации, в которой говорится, что тинейджеры, которых опрашивали, они не читают каких-то конкретных книг. В статистике у нас совершенно другая информация. Информация о том, что у них нет среди предпочтительных книг, у них нет книг, которые мы здесь в этом предложении называем серьезными книгами. Поэтому это неточность, это ошибка, это неправильное понимание статистики, это не научный подход, это детский подход к статистике. И я считаю, что на это все-таки необходимо обращать внимание, особенно если вы работаете сильными учениками. Дорогие друзья, на этом мы завершаем работу с этими предложениями. Ошибок, которые мы будем считать типичными, наверное, к сожалению, будет больше. Мы, безусловно, будем их обсуждать. Сейчас я продемонстрирую планы публикации на моем видеоканале. Во-первых, в следующем видео начинается серия видео, которая будет называться «Эссе 2022. Вопросы к ФИПИ». Эти вопросы будут частичным повторением того, что мы с вами обсуждали на моем вводном вебинаре. Отрывок из вводного вебинара по поводу написания четвертого абзаца, по поводу того, какую методику я предлагаю использовать. При написании этой части эссе я тоже выложу в виде отдельного видео. Мне кажется, что это очень полезный материал. Ну и, наконец, как я уже сказала, типичные ошибки будут появляться, если мы с вами их будем наблюдать. То я, конечно, буду о них рассказывать для того, чтобы от них можно было вовремя избавиться. Ну и мне бы хотелось, как всегда, напомнить про свой новый видеокурс «Написание эссе» на основе таблицы «Диаграмма системный подход», который стартует в конце сентября, начале октября. И первый вводный вебинар бесплатный. К этому видеокурсу мы уже провели. Но к этому вебинару будет доступ. Я его продлила, потому что очень многие подписчики просили продлить. Доступ продлен до 1 октября, поэтому, если у вас есть желание посмотреть или пересмотреть, то, пожалуйста, ссылка под видео. Вы можете прислать заявку и будете приняты в закрытую группу, где, собственно, идет просмотр этого вебинара. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, те ошибки, которые я разбирала в этих видео, дают вам возможность понять лучше это задание. Ну а если есть вопросы, не забывайте обязательно написать в комментариях и вопросы, и пожелания, и замечания. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»